Приветствую вас на Первом Циничном канале Я говорил, что надо же, сколько там теперь погибло Сколько там произведений, которые могли бы стать достоянием человечества, мировой классикой Сколько вот вылетело в трубу Лубянки И это так, я с этим согласен Но знаете, что мне недавно подумалось? А сколько же вот так вот сгорело на помойках? И знаете, чего сгорело? Ведь были шестидесятники, семидесятники, люди думающие, но которые не имели ни малейшей возможности, скажем так, выступить против системы Что-то сказать во всеуслышание Какой-то писк на улице или среди знакомых мог бы сразу привезти их за решетку и кого-то приводил Ну и какая у них была аудитория? Там выпить, вместе посидеть, пять человек, один из них оказался стукач, и все, и ваши выступления закончились Поэтому, да, действительно, они собирались какими-то маленькими кучками, бухали, матерились, писали и складывали в стол А что потом? А потом эти люди состарились и померли И их родственники, вот эту вот писанину, я думаю, что не разбирали Дело в том, что потомок умного человека совсем не обязательно окажется умным человеком Как правило, умные люди рождаются, в принципе, очень редко И это не зависит от какого-то генного фактора И, скорее всего, какой-нибудь идиот, разбирая его стол, скажет Черт, сколько бумаги, вот придурок-то был, все исчертил Бросил на помойку, и потом это где-нибудь горело там в мусоросжигательном заводе Или гнило на полигоне твердых бытовых отходов Я думаю, что Лубянке не снилось столько, сколько уничтожили родственники умных людей Родственники-дебилы Так вот, если бы был Ютуб в 70-е, в 60-е годы Что такое Ютуб? Это все-таки американский движок И как бы сейчас наше государство не пыталось на него там лапу наложить Даже, может быть, то, что Камикадзе говорил Отдельные ролики удаляют, там 540 видео, он, кажется, приводил Все равно, ну не смогут же удалять все На это уже обратит внимание американская головная организация И попросту не даст такую политику проводить Закрыть полностью доступ в Ютуб Ну, понимаете, для России слишком важно врать Врать о свободе слова, о демократии, о каких-то либеральных ценностях Что они есть, что здесь вообще человек что-то может значить Что это не винтик, не расходный материал Не малоценный быстро изнашивающийся предмет Поэтому надо врать и нужно хотя бы какую-то демократию показывать Поэтому Ютуб целиком не закроют Вы выкладываете удалить конкретный ролик с Ютуба Поголовно их удалять кишка тонка у нашей страны Потому что это американский движок А как бы, скажем так, Россия не тявкала на слона на американского Мощка она и остается по сравнению с Америкой Поэтому удалить, ну что, ну можно посадить конкретного блогера Можно ему там ДТП устроить Что угодно Но все-таки массово, так как удаляли на Лубянке И так как удаляли даже в 70-е, 80-е годы То есть вы просто не могли высказаться Сейчас это невозможно Вот именно поэтому Ютуб дает возможность высказать мысли Мне недавно даже что подумалось? Вот мне сейчас 35 лет Я работал юристом, потом преподавателем Так или иначе, даже вот преподавателем Я транслировал свои мысли на определенную аудиторию И получается, что максимального своего достижения Апогея некоторой своей деятельности Я достиг только сейчас Создав канал на Ютубе Вы представляете, даже 12 тысяч Это сравнительно небольшая подписка канала Сколько это в аудиториях? Сколько это там по 20 человек? Это же несколько сотен групп получается Ну, группы бывают и меньше То есть это чуть ли не тысяча групп студентов Вот такая возможность Но, получив такие возможности Все-таки постарайтесь, ну, не позорить, скажем так Тех людей, которые этих возможностей не имели Ну, не делайте вы всякую пургу Не делайте вы контент, ну, явно дерьмо Там, дебилизм какой-то Кто-то пытается денег на этом заработать Ну, это хотя бы объяснимо, как говорится Бизнес, ничего личного Но есть люди, которые даже на небольших подписках Делают, ну, откровенный дебилизм Зачем? Его в жизни хватает Тогда что-то умное создавайте То, что не могли создать до вас Ваши, ну, ближайшие предки Это, скорее всего, поколение ваших родителей Если там такой вот оказывался Который писал в стол Сейчас есть возможности Если у вас только возникла мысль Создавать ли канал на ютубе Непременно создавайте Это уже мысль правильная Я в свое время, когда создал этот канал Я его создал не как площадку для каких-то мыслей Выложил туда несколько видео Буквально мусорных таких там Про взлеты самолетов И, собственно, все Но потом до меня дошло, что это очень шикарный инструмент На котором можно просто говорить открыто То, что вы не донесете до таких широких масс Каким-то другим способом Поэтому канал, вещь нужная Создавайте Самое главное, не заморачивайтесь на деньги Что, сколько с него заработаете Не важно Если у вас будет подписка тысячи человек Вы нисколько не заработаете Копейки, сущие копейки То есть там подписка должна быть намного больше Но тысячи человек будут слушать ваше мнение Разве это мало? Если к вам придет еще сто человек Ваш заработок не изменится Тысяча и тысяча сто, те же копейки Но сто человек еще будут слушать ваше мнение Это очень немало Поэтому, если только такая мысль возникла Обязательно создавайте Можете даже каким-то образом Сбрасывать ваши каналы Ссылки на каналы На Первый Циничный или в группу Если это подписчики Первого Циничного То есть, если создали даже вот Посмотрев этот ролик Буду продвигать каналы Обязательно Потому что действительно считаю, что дело стоящее Но, вот два предостережения Не заморачивайтесь на деньги И не скатывайтесь в явно просто Вот в какую-то популистику В явный дебилизм Слишком много этого в реальной жизни Чтобы еще в интернет нести